Доброе утро, сыночек, а которое запахи устраняет, ну да. Что? Ты хочешь тик-так? А зачем тебе тик-так? А что там такое? Крем? Ну да, крем для рук написано. А вот это, что такое много? Ну это здесь они маленькие кремчики. Маленькие, разные. Как понять разные для чего? Ну там вот они разные, тут же написано для чего. Кагель для рук, скраб для рук и крем для рук. Ну это как помыл, там скрабить, ну вот это отшелушивать. А вот это, чтобы отмыть? Вот это можно отмыть, Вер? Ну я думаю, что этим маленьким скрабиком, мама, это тебе надо стирать уже вручную. Вот это, ручки достойно поцелуевая, нам тоже надо на бэкс, чтобы поцеловать. Так ты куда собрался? Поедешь? Ну, влетящий. Так, я сейчас буду посудомойку. Кого? Для ног? Все, посудомойка моет посуду. Сейчас пойдем, сейчас пойдем закладывать стиральную машинку. Где твой дом? Ку-ку-ку, сынок, а что ты там делаешь? На маку. Живешь тут? Да. В домике? Да. Ну и как тебе в домике? А нама. А нама? Твоя не заправлена? А кто же будет ее заправлять? Мама. А, Фоня чем будет занят? Ага. Ну давай, я тогда заправлю все кроватки и пойдем на улицу, да? Да. Что тут уже с деньгами вы играете? Мама. Да-да, мы играем. Я лучше добавлю. Почему у тебя две должны быть? Я должна быть три. Афоня, а ты что, не играешь? Не, не играю. Не, не играешь. Ну, это да. А вот уже со мной играешь. А то... Тоги капель. Давай, давай. Смотрите, я опять пишу, получается. А то Тоги капель. Здрасте. Привет. Что вы тут? Что-то делаю. О, вы же на деньги играете? Нет. А, это что? Просто... на обед будем кушать больше я сейчас его перекипячу потому что никто кроме ну короче когда меня не было его никто не подогревал никто его не ел эту гречку с грибами все поели вот осталось буквально на тарелочка и мясо в пароварке получилось очень вкусное даже детям очень понравилось и мой муж тоже его оценил и редиску мама принесла красный великан но я ее чищу она очень большая даже больше чем моя ладонь то есть длиннее и я ее чищу для того чтобы вот этих всех волосюшек корешков малюсеньких не было но она очень здоровская по вкусу она в меру горькая то есть бывает очень горькая редиска а это не слишком горькая и хрустящая сыночка ты что сегодня дома сидишь а что ты смотришь а про что они там показывают фиксики зубки надо чистить что это у тебя такой за игрушка дедушка отдал тебе это шуруповерт так вот он работает майдадыра сейчас будем смотреть а что он делал майдадыр хороший майдадыр не хороший а кто хороший рыбка рыбка опять майдадыр 54 года я сейчас буду готовить ужин хотел сказать обед и помыла уже пол на кухне пока афонька здесь мультики смотрит и ужин честно не знаю что приготовить соли то у нас мало у нас вся соль ушла на рыбу надо салфи палку срочно покупать но только после того как вы напишите под видео лучше на телефон или нет тогда поеду покупать и что хотел сказать сейчас будем готовить скорее всего пловик у нас есть утка домашняя которую родня привезла и я хочу с рисом общем все сделать как всегда в мультиварке только добавить болгарский перец как мне писали попробуем с болгарским перцем плов так что начинаем так вот мяско для пловика я уже подготовила здесь у меня то есть грудка два предкрылья и две ножки так на сухую сковородку все выкладываю потому что это все домашняя уточка хочешь плавать водички ну бери чашечку только теплую водичку открывай хорошо а вот тут внизу чашечка нет не тарелочку а чашечку внизу низочку открывай открывай нет вот тут да нет вон зелененькая нет зелененькая вот да а мы пловик делаем башка вот мясо оно уже с овощами морковка лука болгарский перчик я его посолила и добавила специи вот такие вот покупные на развес на рынке именно для плова а перчик здесь заморозим сейчас ждем пока он разморозится а ты пожалуйста не подходи так близко здесь все горячее может даже на тебя что-то стрельну а афонька носится с морковкой так что когда мы что-то готовим где есть морковка нужно обязательно чистить на одну морковку больше да для кого надо эту морковку для тебя ты же зайчик так вот уже мяско и рис я все выложила в чашу для мультиварки будет это все готовится в мультиварке сейчас почищу несколько зубчиков чеснока сюда в общем влилая немножечко соевого соуса из-за того что соли нет то есть мясо я посолила из солонки а вся соль у нас ушла на рыбу и и на рыбу на балык и на рыбу вот балык мы кстати уже вымочили ночь здесь у нас балык трое суток он посолился то есть это вечером было трое суток так как мы его вечером начинали солить и на ночь мы его заливали заливали водой еще раз потом меняли воду в общем до утра он у нас вымачивался и потом мы его утром развесили в сушилку для рыбы и через несколько дней он будет вот такой подвяленый подсоленный то есть не такой засушенный как убей человека как я его называю а именно такой вяленая рыбка да кто такие это что такие хорошие детки мишки это мишка как его будут звать миша да кто еще у тебя есть корова как ее зовут корова собака а еще кто есть собака как зовут собаку Гарри да а еще кто у тебя есть рыбка рыбка да как ее зовут эту рыбку рыбка да да как они будут теперь все вместе играть да какую то интересную игру наверное да наверно в прятки рыбка будет прятаться мы как огурки в игрушечки да ну давайте пусть они немножечко поиграют хорошо спать 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 да мы будем упадать а лег просыпаться будут еще играть да да так пловик наш готов так что сейчас будем обедать у нас что то между обедом и ужином в 4 часа что боже мой а это что то тут с игрушечками А почему? Она уехала в та же группу на соревнования. Потому что они уже выразили, а они давно ходят. И одни мои перехваты не ходят еще на соревнования. А почему? Потому что она только подняла. Мы когда выучили все предметы, они уже выучили, и мы будем учить танцы. Правильно. И тогда тоже будете ездить на соревнования. Прикол не раздил, а только мы были на танце. Уже танцы. Афоник, кто к нам пришел в гости? Даша. Даша. И кто еще? Это Саточка. И Сашенька, да? И мы. Блин. И дети здесь еще играют все вместе. Ну равно, он сейчас играет. Кто? Книжка, да. Скажи, это про кого книжка? Покажи. Это скажи про цифры, да? Давай сейчас мама на улицу сходит, посмотрит, что там за погода. Снимет белье и будем читать, да? Да! Ух ты! А эта книжка стала сама читать. Да. Так, а на улице у нас тучи. Сегодня прям... Вчера был еще такой немного тепленький день, сегодня уже все. Но зато с таким ветерочком, который дует, хоть белье мне высушит. Сейчас буду его снимать. Травка, блин. Когда вот осень или ранняя весна, то эта зеленая травка просто радует глаз. С этими листиками она мне очень нравится. Пошла в палисадник, пока не снимала белье. Сейчас хочу засесть себе 15 минут, а то тут аж чапка заросла. И пока еще не потемнело, 15 минут здесь немножечко пополоть. Я не знаю, мы обычно не перекапываем палисадник. Но хотя, наверное, может быть и надо в этом году этим заняться. 15 минут прошло. Вот так вот я тут прополола палисадничек. И все, любовалась на эти дубки. Они просто обалденные. Настолько красивые. Боже, какой цвет. Сейчас пойду с нему белье, потому что уже начинает капать дождик. И если дождь не пойдет, то, наверное, нарежу себе дубков в комнату. А у меня тут уже компотик закипает. Бутен, красавчик. Так шумит. Или что это у меня такое шумело? Я даже не знаю. В общем, здесь у меня просто ягоды не рестала я ложить. Яблоки с сухофруктами. Пловик почти, кстати, подъели. Так что завтра будем варить гороховый суп. Что тут происходит? Я не могу. Я не могу. Ты нормально? Так, у меня тут опять вещи. Начала уже их складывать. Надо продолжать. Но время уже вести Григория на карате. Карате никто не отменял. Выходные на карате это только Новый год. И еще иногда, ну не иногда, а 9 мая, если она припадает на дни карате и все. Так особо выходных больше нет. И на то время, когда у сенпай уезжает на зимний или летний лагерь. Вот, поэтому вот таких вот, как 4 ноября, там какие вот еще припадают праздники, в общем, такого в карате нету. 9 мая и Новый год. И все. Причем не китайский, а наш. Вот, сейчас буду гладить Григория кимоно. И повезу я его. Сегодня, если у меня не поедет на волейбол, устал что-то он. Вот, как-то так. Так, и что это значит? Значит, что компот закипел. И можно ехать на карате. Ой, Гришка такой смешной. Так, купила я яйца. Давай десятка, потому что дети говорят, мама, у нас все закончилось, даже яиц. Нет, гренки сегодня хотели, но гренок тоже не было, потому что не было яиц. Так, купила 2 кефира. Ну, какие были уже, если честно, вот такие вот были. 2 молока и 3 пачки соли. Так что, ура, теперь у нас есть соль. Будем теперь ее есть. Есть соль, надо есть. Без соли тоже нельзя. Это тоже плохо, как оказывается. А что тут у вас происходит, ребята? Давай! Сейчас мы вам покажем, как, Вань, кто тебя. Я, я тебя. Я тебя уже толкал. Вань, я тебя толкаю. Ты меня толкаешь. Давай. Не надо так. Ты что, Антоха? Я так буду бояться. Надо. Так, а вы же смотрите, что я вам самое главное-то купила. Книжка? Про Бабу Ягу. Будем читать. Мам, давай. Мам, давай. Толкай меня. Да что такое за кашель? Мам, возьми вот еще раз, как я падаю. Я, мам, смотри. Я такой, смотри, как прыгну. Смотри, как я прыгну. Давай, давай. А ты. Сейчас, сейчас. Антоша, тебе бы побаловаться, да, Афонь? Да. Это что? Что это? Не знаю. Маме и папа. Что ты хочешь, Афонь? Купила майонез. Печеньки самые обычные. Хлеб и сметану. Клуб остался. Клуб остался. Открыть, Гриша, открой ему, пожалуйста Можно Так, ну что, ставлю Телефон на зарядку И иду спать 11.15 Посмотрели, сижу не Троцкого Не знаю, закончился он или нет Но, короче, уже идем спать Потому что завтра, со вторника Начинается рабочий день Всем до завтра